26 января в Доме культуры Ругадив состоялся концерт, посвященный 75-летию Владимира Высоцкого. Концерт посетили поклонники, которые помнят Владимира Семеновича. Среди многочисленных поэтов и бардов он и по сей день остается немеркнущей звездой, хотя со времени его ухода прошло более 30 лет. Его творчество до сих пор кажется не постигнутым до конца. Каждый находит в нем что-то важное и особенное для себя по-новому. Порой неожиданно вживается в образы его песен, стихов и ролей. В этом году Высоцкому исполнилось бы 75 лет. Вокального исхода от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю аллургого цинизма, восторженность не верю и еще. Когда чужой мои читает письма, взглядывая в них через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прихали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу луц в древней ветиверсии, червей сомненья, почисти и тлу. Или когда все время против счастья, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть окажут тормоза. Да сладко мне, что слово честь забыто, и что в части наветы за глазах. Когда я вижу сломанные крылья, мне в жалости во мне и неспроста. Я не люблю красивее и бессилье, но только жаль, раскатывая в песках. Я не люблю себя, когда я тушу, обидно мне, когда не видны пьют. Я не люблю, когда мне везут душу, застолия, когда в нее плюют. Я не люблю манежные аренды, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюбил. Сколько себя помню, вот, наверное, с тысячи лет услышал, как ныне сбирается, весь чайник, счета прибивать на ворота. И с тех пор слушаю Высоцкого. На старых магнитофонах с бобинами, на кассетах, в компаниях, друзей, студентов. Сам на трех выходах получился играть. Я думаю, что Высоцкий величайший поэт, артист, первого уголового поэт. И время, вторую половину, с 60-х годов, начиная с 60-х годов 20-го века, будут называть временем Высоцкого, как первую половину 19-го, временем Пушкина. 75 лет исполнилось бы Владимиру Семеновичу, а те, кто молодые, может быть, по-новому, слушались и вдумывались, что поет Высоцкий. Никак. По первому плану, что он хрипит, что темперамент, а вот что он поет? Какая удивительная, абсолютно разноплановая тематика его песен. У него просто не было времени объяснить, что он не может двигаться, как все, что у него мало дней, часов, минут, что времени почти не осталось, а забот, обязательств и планов будто впереди долгий век. Каждая роль, каждая строка, каждый глоток и вздох, как будто последний. На праздничном концерте, в котором приняли участие учащиеся нарвских школ, собрались друзья Высоцкого и любящие его люди. Зрители смогли послушать о любимом поэте, послушать его стихи и песни, и увидеть малоизвестные видеозаписи. Товарищи ученые, прощайте по морщину, бросайте ваши опыты и ангидры. Садитесь вон в полуторки и ходите на автоборщину, а дамы излучения тенек повременит. Значит так, автобусом до сходника езжаем, а там и соль, и не стонать. Не бойся, картошку, все мы уважаем, когда с отцой ее намять. Не бойся, картошку, все мы уважаем, когда с отцой ее намять. Так приезжайте, милые, релями и колоннами, а трогай все тут химики и нет на вас креста. Но вы же тут затопнете за синхрофазотронами, а здесь места отличные, воздушные места. Товарищи ученые, не сомневайтесь, милые, кое-что у вас не лазится, но там и тут афет. Мы мигом вон заявимся с лопатами и с рилами, и не очень покумекаем, и выборим дефект. Значит так, автобусом до сходника езжаем, а там и соль, и не стонать. Не бойся, картошку, все мы уважаем, когда с отцой ее намять. Не бойся, картошку, все мы уважаем, когда с отцой ее намять.